Добро пожаловать на первый день рождения в традиционном корейском стиле, который называется Толь Чян Чи. У входа в ресторан вы получите номерок, по которому можно получить приз, если, конечно же, вам повезет. Мне дали 19. Положим номер в стаканчик, откуда потом родители Хён Джуна вытащат номер. У входа, где проводят мероприятия, всегда ставят стол и фотографии ребёнка с начала его рождения. И, получается, здесь показывают, как он рос. Смотрите, какой слайденький. Специальные карточки, не просто фотографии, чтобы мы могли написать здесь пожелания для ребёночка. Очень милый. Так хочется забрать одну, если честно. А вот здесь, получается, сразу проходит мероприятие. Это папа в Хангоке, в национальном. Мы находимся в зале, где и будет проходить мероприятие. Госты по приходу на праздник могут садиться за стол и покушать до начала торжества. Нам подали стейк. Сначала подают стейк. А потом можно брать еду. Обычно в таких местах и на таких праздниках шведский стол. Здесь у нас буфет, как обычно. Буфет полон разнообразной еды, начиная от морепродуктов, мяса, фруктов и десерта. Это стол, который называется кольсан. Кольсан. Стол. Толь. Водик. Обязательно должен быть стол. Фрукты. И торт, конечно же. Здесь вот будут стоять мама с папой, с ребенком и получать поздравления. Сейчас мероприятие начнется, пока ждем. В начале торжества показывают видео историю из жизни малыша. Как он родился и рос до года. Ну а теперь встречаем именинника и его родителей. Готик считается самым большим и главным праздником в Корее. Следующий такой большой день рождения в жизни корейцев будет только в 70 лет. И последовательно раз в 10 лет. То есть 80, 90, 100. Медики считают, что поколение Хёнжуна будет жить до 120 лет. После того, как малыш и его родители задуют первую свечу на торте, проведут специальный обряд. Который называется Толь Тяби. На стол перед ребенком выкладываются специальные различные предметы. И в зависимости от того, что возьмет на руки ребенок, будет зависеть его будущая профессия. Карандаш, чтобы ребенок хорошо учился. Микрофон, чтобы стал певцом, ведущим или работал на телевидении. Молоток, чтобы стал судьей или адвокатом. Стетоскоп, чтобы стал врачом. И самое важное, конечно, деньги. Чтобы ребенок жил богато. И чтобы жил долгой и здоровой жизнью, кладут нитки. А теперь давайте посмотрим, что же Хёнжун возьмет. А, да. А денежки должны дать гости. То есть ведущий просит подарить деньги у гостей. А вот и не зря. Хёнжун поднял деньги. Богатый мужчина будет. Но на этом Хёнжун не остановился. Он еще поднял и микрофон. А вдруг Хёнжун станет кей-пап-айдолом? А теперь родители подарят кому-то из нас подарок. Помните, я вначале положила номерок в стакан? Сейчас кому-то из нас повезет. Достали 25-й номер. Жалко, что не 19-й. Ну повезло же этому карапузику. Очень креативным оказался ведущий. И посмешил нас, и поиграл в разные игры. В общем, не дал скучать. А еще, кстати, иногда на праздники проглашают танцоров или певцов. Редко, но бывает. Дни рождения и свадьбы в Корее проходят только по выходным. Самый длинный праздник длится максимум 3 часа. Тут все пали-пали. Быстро-быстро. Можно понять и гостей, и ресторан. У гостей свои дела, а у ресторана бизнес. Ведь всего 2 дня на заработок с аренды зала. Чем короче торжество, тем больше торжеств за день. Да, кстати, я же не сказала о самом главном. На годик и свадьбы в Корее железно все гости дарят деньги. На сегодняшний день такой презент с человека составляет от 50 долларов до 100. Самые близкие родственники могут подарить и 1000 долларов. Привет передам всем моим подписчикам. Смотрите, какая привет. Очень красивая. Это просто знакомство. Вы приятны. Кстати, сегодня первый раз видимся. Общались в инстаграм. Понравилось? Да, очень хорошо. Спасибо большое. Я не забыла и про ваш подарок. Пусть он будет тоже в традиционном стиле. Денюжкой. Выберу двух победителей и подарю по 10 долларов. Подписывайтесь, ставьте лайк и напишите комментарий. Как обычно, на таких праздниках еще гостям дарят подарки. Так, коробочку соберем себе. Не знаю, что это. Скорее всего, полотенце. Спасибо. Спасибо.